И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзахедши, третья серия прохождения сборочки... Приключения, наверное, на сборочке, правильно сказать? The Banished! И да, сборка, наконец-то, доступна на Curse. Она, в принципе, была доступна уже в прошлой серии. Ну, я, как сказать, сделал отдельную новость на YouTube о том, что она доступна, да? Поэтому, в принципе, я все ссылки, как обещал, в сериях поправил. Так что вы теперь, если смотрите описание, вы бы уже об этом знали, что она доступна. Ну, и, в принципе, если вдруг не посмотрели, то теперь знайте, что доступна. Ссылочка в описании. И я себе здесь подготовил графит, потому что мы с вами сегодня будем делать вот такую машинку. И еще я вспомнил, что я же хотел себе заменить вот эту вот траву на блоки этой самой. Вот эту землю на блоки травы. Для того, чтобы, если там мне понадобится красная краска, я бы не стал, как борода, искать где-то там деревню. Кстати, был еще один, в принципе, момент, почему деревни здесь не должны бы регенериться. Но, ладно, черт с ними. В принципе, такой вариант даже. Ну, я его рассматриваю. Но, в любом случае, я добавил рецепт вот этой вот, собственно, травы. Так что я думаю, что сейчас неплохой момент для того, чтобы начать с травы. Потому что я это обещал сделать в прошлой серии и забыл. Потому что эльфочка здесь немножко все перестроила. И мне немножко было непонятно, где у меня что. Поэтому я, наверное, и забыл. Ну, да ладно. Мне нужен где-нибудь крипвайн. Вот он есть. И еще там было нужно что-то. По-моему, оранжевый космос. Нет, не космос. Вот такая вот оранжевая штучка. И мы с вами получим одну при этом как бы траву. И у нас с вами не исчезнет блок земли. Блок воды. Если у нас с вами не исчезнет блок воды, где бы мне его сделать? Это не блок воды. Это текучая вода. Мне нужен блок. Я думаю, что мы с вами в таком случае просто куда-нибудь вот сюда сейчас ультим. И все. Будет это интересно так работать? Дык, 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 дык. О, получилось отлично. Крафт в океане, я бы даже сказал. А не просто в мире. Это такой продвинутый крафт в мире. Только в океане. Так, есть ли у меня здесь какая-нибудь лопатка? Давайте вот здесь выкопаем местечко. Эльфочка здесь очень аккуратненько сделала вот это вот. Это поле. Поэтому здесь теперь давай трава. Распространяйся. Давай это. Уга-чага, уга-чага. Нет, я не борода, у меня не получается. К тому же мы не принесли в жертву сквида. И меня. Ну, и Рустама. Никого не принесли в жертву. Так, пока там эта штука делается, давайте... А, я отсюда забрал графит. Давайте с вами упоримся. Упоримся в смысле... Это отсюда можно убрать вот этого вот крафта. Крафт, на самом деле, я посмотрел, оказывается, не такой уж и простой, как я думал изначально. Нужно много рут, который я предварительно игнорировал до этого момента. Поэтому мне пришлось немножко еще сейчас здесь покопать перед записью серии. Ну, да ладно. Мне, в принципе, здесь нужен еще ТАФ-Алой. ТАФ-Алой это литий плюс Ферраборон. Ферраборон это сталь плюс борон. Борон, который бор, он у меня есть. Сталь, которая сталь, она у меня тоже есть. Пришло твое время, моя маленькая... Как тебя зовут? Печечка. Единственное, что вот я не знаю, нужно ли мне их 20. Давайте, наверное, все-таки поменьше пока сделаем. Давайте сделаем 10. Я уже, если честно, готов даже сюда поставить один апгрейд. Единственное, что мне все еще жалко энергию. И я так подумал, что, в принципе, Абородат сделал неплохой вариант. Он просто сходил на это самое... Начерпал себе ведром лавы, и у него получился лавовый генератор. В принципе, наверное, имеет смысл было сделать то же самое, потому что мой вариант, конечно, сложнее. Но зато у меня получился первый Ферраборон. Первый Ферраборон у нас с вами пойдет на чё? На чё? На чё пойдет первый Ферраборон? Блин, это... Да, опять нужна Лайффернес. Теперь его нужно с литием объединить. Чёрт, то есть мне что-то придется ждать, пока эта штука не сделается. А давайте посмотрим, может быть, у нас с вами нужны еще какие-нибудь непонятные штучки. Допустим, вот... Вот, LED и графит. Это мы с вами вполне себе можем сделать сейчас, пока наша замечательная печка что-то там творится. Печное. Печное дело пока занимается печным делом. Нифига себе сюда опять накидалось. Так, давайте сделаем... Пока четыре, хрен его знает, сколько мне их нужно. Advanced Plating. А, здесь снова Toffaloid, да? Basic Plating мы с вами только что сделали. Что еще нужно? Вот такие штуки. Опять Фероборон. Здесь везде нужен чертов Фероборон. Хотя, погодите, Фероборон. Да, Фероборон. А это что-то такое Toffaloid? А, это Фероборон плюс литий. У меня же есть немножко Фероборона. Где мой Фероборон? Охренеть, большое количество. Теперь у меня их шесть. Ладно. Там, где нужен Фероборон. Блин, куда я полез опять? Вот здесь нужен Фероборон. Нужно еще два поршня. У меня на поршне нету каблы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И там нужно будет немножко редстоуна и немножко железа. У меня вроде бы есть. Даже немножко досок есть. Нужно взять еще немножко досок. Так, поршни. Два поршня. Это правильно. И не туда опять. Я тыкаю-то. Что же такое тыкало сегодня? Две копера нужно еще. Зигза тыкало. Теперь-то всего хватает? Теперь всего хватает. Ей. Линейный актуатор. Ну, как включатель-выключатель, можно, наверное, сказать. Да, выключатель. Хорошее слово. Так, осталось сделать все остальное. Хорошо. Advanced Plating Tough Alloy. Все-таки видео мне нужно было этих штук сделать сильно больше. Шесть Фероборонов плюс литий. У нас с вами начнут сейчас производить наши Tough Alloy. Они производятся по два. Это очень хорошо. Если здесь стоит шесть Фероборонов, у меня их получится 12. Хватит или нет, не знаю. Узнаем очень скоро. Так, ребятки. У меня получилось 14 уже этого Tough Alloy. Я, на самом деле, сделал еще немножко. И надеюсь, что меня теперь хватит на 4 Advanced пластины. Redstone. Единственное, что нужно в количестве 8. Если я ничего не перепутал. 4 таких пластины. Теребезные. Есть такое дело. А почему 2? Я же просил 4. Ёж-моёж. А вот, собственно, я уже, кажется, просчитался. Поэтому хорошо, что у меня здесь сделается еще Фероборон. Мне как раз его нужно 8. Давай, 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 печечка. Да, детка, спасибо. Так. Ням-ням-ням. Отлично. 4 таких штуки есть. Что мне нужно еще? Еще 2 Tough Alloy и машин-шасси. На это нужно еще 1 Tough Alloy. То есть, ну, мне нужно еще 3. Я почти угадал. Слушайте, блин, а здесь 2 Фероборна на 1 Viti уходит. Вот ты ёж-моёж. То есть, я все-таки просчитался очень сильно. И второй раз мне так не повезет, да? Вот так, как я там говорил. Там вот сейчас я вам сделаю так, чтобы экран дрожал, да? Чтобы вы тоже поняли, как же я не хочу уходить в закадрию. Ради того, чтобы сделать... О, 1 крафт. Тык. Ей, машин-шасси. А, ну вот теперь нужно еще 1 слиток. 1 слиток. Вы понимаете? Печечка, 1 слиток. Так, ладно, давайте посмотрим, что там нужно еще. А то, возможно, пока мы здесь сейчас с вами будем ждать, что у меня печечка что-нибудь сделает, выяснится, что у меня что-то еще не хватает. Лазурит есть, стон-слэбы. Давайте сделаем пока стон-слэбы. Потому что их нужно 6 штук. Есть такое дело. И сейчас я очень сильно удивлюсь. Потому что я не посмотрел, как делается вот эта штука. Я точно знаю, что там нужна базовая. А вот, собственно, что там нужно еще, я не знаю. Прошерайзер у нас с вами есть. Прошерайзер, мистер Прошерайзер. Мистер Прошерайзер я вас поставлю в очень неудобное положение. Я вас поставлю снизу. Я думаю, что мы с вами, ребятки, в выходные. На стримах попробуем все-таки здесь сделать что-нибудь более удобное, чтобы у меня вот здесь вот этот загнутый индустриальный не мешался никому. Так, и сюда нужно просто положить одно железо, насколько я понял. А что ты такой небыстрый? Погодите, я вообще... Ты так делаешь что-то? Я же, по-моему, смотрел. Прошерайзер из одного куска железа. Один айрон плейт. И чего ты не работаешь? Тебе нужно сильно... А, вот он начал работать. Что-то это какое-то странное было. Ладно, пофигу. Так, хорош, хорош, хорош. Не надо, не трать, хотя нужно было, видимо, еще сделать. Что делается на эту штуку? Четыре гриба. И четыре Alive Water наших. Замечательно. Что касается Alive Water, есть ощущение, что мне сейчас придется идти и охотиться на мобов. Да, потому что есть два. Но эльфичка здесь закатанно накопала немножко рубинов. И, кстати, каких-то Red Garnet. Это этот самый... Как же он называется-то? Забыл, как это... Янтарь, не янтарь. Нет. Гранат. Во, гранат. Вот это слово неприятное такое. У меня сразу почему-то горечь во рту. Я себе сделаю вот такую хреновину. И я себе сделаю штаны. Вот. И на шапку не хватило, но и ладно. Я хоть немножко оденусь. Теперь я буду... Зиг коммунист. Красный. Красный коммунист. Это вот... Это совсем коммунист. Коммунист в квадрате. Коммунист в кубе. Коммунист в коммунисте. Так. У меня есть меч. И я пошел искать приключения на свою красную коммунистическую жопу. Для того, чтобы найти себе еще Alive Water. Увидимся, ребятки. Ребятки, я, собственно, здесь ищу грибы. И внезапно нашел себе красные цветочки, которые почему-то растут на дне расщелины. И еще здесь у нас с вами есть замшелый камень. Я вот думаю, неплохой ли это знак. Точнее, нехороший ли это знак для того, чтобы здесь посмотреть, может быть, кто-нибудь здесь живет. Хотя, если честно, у него очень странное расположение. Такое ощущение, что может быть и нет. Что он просто здесь сам по себе сгенерился. И, кстати, еще немножко рубина для того, чтобы стать еще немножко больше коммунистом. Так, ладно. Жаль. Зря включил запись, но, по крайней мере, я вам показал то, что я спустился вниз расщелины в попытках найти грибы. Если честно, когда я тестировал сборку в сингле, то грибов было в пещерах буквально там на каждом втором блоке. А здесь, как назло, ее нету. Их, точнее. Ладно. А вот найдем. Ребятки, я встретил, наконец-то, нового моба. Я не знаю, что это. Если честно, не очень хочу узнавать. Не очень хочу с ним знакомиться. Там вот обычный паучок. А, там не просто обычный паучок. Там ведьма на паучке. Блин. А у меня, к сожалению, даже закидать его особенно нечем. И мне сейчас, кстати, пришлось воспользоваться такой замечательной вещью, как пластырь. Мне его дал какой-то из зомбиков. А предыдущая сущность в виде курицы меня хотела обидеть. И она орала, как гаст. Было тоже очень страшное, неприятное и некомфортное. Да, вот это то, о чем я вам говорил пару серий назад. То, что можно вот таким образом справляться с неверными. А он еще и псих какой-то. Ладно, видимо, все-таки придется к нему как-то спуститься. И, к сожалению, видимо, попробовать потом до суда дойти, чтобы взять свою могилку. Нифига себе, там кто-то кидается. Эй! Ведьма-паук! Вот ты мне здесь совершенно не нужна. Я еще до тебя не докидываю. Уйди. Не докидываю. У тебя вроде есть такое ощущение, что я сейчас убью ей паука. Она, я не думаю, что будет очень по этому поводу рада. Блин, все, закончилось все. Слушай, мужик, может ты сам ко мне подойдешь, а? Хочешь, я тебе здесь сделаю вход, мужик? Я не хочу просто, чтобы меня вот та ведьма убила. Давай, иди сюда. Иди сюда, маленький. Я тебя даже заскриню. Эть. Надеюсь, мне это не будет стоить жизни. Этот маленький. Маленькая шавость со скриншотом. Ууу. Что ты такое? Ты фризер. Из мода Deadly Monsters. То есть ты меня сейчас... Ты ничего не сделаешь. Эть, тихо, 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 тихо. Это что такое? С какой скоростью он натягивает? Вы видели? Он меня натягивает с тикой скоростью. Ладно, я на самом деле сюда пришел за тем, чтобы все-таки найти грибы. Надеюсь, что я здесь сейчас не сдохну, ребятки. Увидимся. Еще один местный обитатель, весьма занятный. Боюсь на него общую мышку наводить, если честно. Не то, что смотреть. Давайте его тоже сфоткаем. Зелененький Эндермен из мода. Не помню какого. Как-то он называется. Эндри Борн, по-моему. Он добавляет кучу новых мобов. И я на самом деле вернулся назад, потому что хотел пропустить ночь, чтобы заодно похилиться немножко, потому что пластырь очень быстро съелся. И в итоге пропустить ночь не получилось, потому что уже настал день. Ну, ладно. Я надеюсь, что если меня сейчас и убьют, то, по крайней мере, ничего страшного со мной не случится. Я сюда смогу себе спокойненько вернуться. Блин, где все грибы, когда они нужны? Арк! Ребятки, здесь страшно. Меня убили, я теперь не знаю, кого больше бояться. Там вот один придурок, вот этот вот здоровый, головастый. Он разрушает блоки, поэтому я здесь бегу очень странным способом. Моя могилка где-то вот там. Надо бы как-нибудь до нее добраться. И у меня есть один мрамор. Как считаете, смогу я что-нибудь сделать? Я думаю, что, конечно, смогу! Еще есть этот дурацкий зеленый эндермен. И ау, и ой, ой. А! И вот здесь меня взорвал крипер. Причем он превратился в невидимого. Я его убил, но он почему-то взрывом меня зацепил. Вот здесь вот он стоял, как раз в этом месте. Очень удобное место для убивания всяких вот дурачков. Ну, картошечку мне дал, спасибо. Так, пойти что ли с этим, тогда посражаться. Чувствую, мне пока не судьба грибы поучить. Поэтому давайте с вами вот так поразвлекаемся. Ни хрена себе, с одного нафиг удара! Я был в броне, черт лысый! Ребятки, я ему сейчас морду набью. Я его рукой забил. Потому что он умудрился вот там поджариться в лаве. Упырок. Ладно, где здесь моя могилка-то теперь? Все стреляет в меня тут всякие разные. Вот с тобой-то что мне делать? Я в тебя могу тоже пострелять камушками. Мне сейчас хрена придет, но ладно. Главное, что мы убили этого здорового, бестолкового придурка. Ребятки, я устал, если честно, бродить по этим самым, по подземельям. Я не нашел ни одного гриба. Не знаю, то ли я просто в неподходящем биоме, то ли мне просто дико не везет. Ну, в общем, видимо, придется мне... Кстати, интересно, а вот такие грибы? Нет, нельзя. Жаль. Эту штуку сделать нельзя. Видимо, придется мне ловить вот такую рыбу. Поэтому давайте с вами себе сделаем удушку. У эльфа-чки есть удушка, да? Пальчиками есть пальчиком. Тыкает. Что, есть уже удочка? Не делай, не переводи ресурсы. Зик плохой. Так, единственное, что нужно нам с вами сделать себе какое-нибудь типа помещение для какого-нибудь... Давайте возьмем себе... А где мое все... Где мое все железо? Вот мое все железо. Возьмем себе какое-нибудь помещение для рыбалки. Нужно сотворить. Импровизированное, да? Допустим, ну, пока вот здесь, там потом посмотрим. Я себе сделаю... Оу! Тут же подвал в подвале. Начался прикольно. Я пока закрою вот так. И, соответственно, попробую здесь что-нибудь порыбачить. Ребятки, это будет очень небыстрый процесс, поэтому, ну, как увидимся, так увидимся. Возможно, серия выйдет просто не до конца по хронаментражу, не 20 минут. Либо серия не будет, соответственно, выпущена в тот день. Я вам, по-моему, в прошлый раз, когда снимал ледничок, даже делал опрос как лучше. Вы вроде все согласились на том, что можно серии не каждый день. В общем, посмотрим, сколько я здесь в итоге-то запишу. Увидимся. И, ребятки, новости. Новости следующие. Нельзя этот гриб получить в текущей сборке. Потому что я себе даже уже сделал вот такую удочку, наловил всякого вот барахла, даже не знаю, что с этим делать, но не поймал ни одной рыбы. Потом решил залезть в конфиг и увидел то, что эти рыбы у нас с вами спаунятся только в шрумбиомах, поэтому я себе сделал Nature's Compass и попробовал поискать здесь биомы грибные. Их нету. В общем-то, вот, я себе даже расширил вот эту штуковину, поэтому я себе из креатива сейчас взял вот этот вот грибок и сделал это для того, чтобы добавить рецепт. Я сейчас себе сделаю как бы этот, ну, как этот гриб, я вам покажу, как это делается. А хотя зачем, собственно, я буду вам его показывать. В любом случае, будет обновление сборки. И из вот этих вот ингредиентов, я так подумал, что, в принципе, это весьма логично, мы с вами будем получать один гриб. И все это дело мы с вами должны будем, естественно, опустить в ожившую воду. Вот. Но я так решил, что, в принципе, пусть лучше будет серия короткая, чем не будет серии никакой. Поэтому серию вы эту увидите день в день, а вот потом я уже буду обновлять сервак. И, соответственно, следующая серия, ну, надеюсь, что не затянется. Потому что сейчас там Рустам стримит, Борода там снимает, еще Троль там, по-моему, мне писал, хотел тоже на сервер снова. Не знаю, забыл, может быть, адрес или что-нибудь такое. Вот. В общем, увидимся с вами, ребятки, в следующий раз. Тем не менее, надеюсь, что вам понравилось. Большое спасибо всем за поддержку. Я, наконец-то, посмотрел, кто меня поддерживает. Поэтому список в конце видео актуальный. Большое спасибо Литариусу за бескрайнюю поддержку. И всем также остальным, кто меня поддерживает. Не забывайте смотреть серию до конца, ставить лайк и оставлять комментарии. С вами был Зигзе Хэтш. Увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо и пока.